Работают на благоустройстве города, строят дороги и здания и даже занимаются поиском древних артефактов. Этим летом участники проекта «Молодежные трудовые бригады» трудятся на археологических раскопках в районе улицы Засодимского. Сейчас мы раскапываем фундаментный слой. Это примерно 20 век. Уже было найдено бревно. Бревно, скорее всего, применялось в строительстве. Здесь видна вот такая характерная выемка. В начале 20 века здесь располагался деревянный дом. Именно его части и обнаружили ребята. Сначала этот участок очистили от растительности. Затем экскаватором сняли верхний слой почвы и выровняли стенки раскопа. Далее нужно работать осторожно. Сантиметры за сантиметром исследуют поверхность в поисках интересных находок. У нас более тысячи фрагментов керамики с одного квадрата. Это 4 квадратных метра. Порядка 400-500 фрагментов костей. По правилам археологических раскопок отбираются только профилированные части керамики. Индивидуальные находки – это интересные предметы. Остальное все считается. Составляются общие таблицы статистики. Сколько предметов находилось в каждом пласте археологическом. Сначала ребята простукивают почву, чтобы по звуку обнаружить мелкие керамические или металлические предметы. Далее все тщательно очищают и отмывают, а затем раскладывают, классифицируя обнаруженные предметы. Кости животных, также обломки венчика, стенки, иные предметы – это стекла, гвозди. В археологических раскопках студентка Вологодского государственного университета Яна Амельичева участвует впервые. Но место работы для нее уже не первое. Каждый год, начиная с 14-летнего возраста, девушка старается найти себе интересную работу на лето. И городской проект «Молодежные трудовые бригады» в этом помогает. Я уже не первый раз принимаю участие в этом проекте. Первый раз принимала два года назад. Работала в земле строя. Этот проект мне очень нравится, так как можно весело провести время со сверстниками и заработать денег, и познать что-то новое для себя. Вместе с Яной на раскопках трудится и выпускник школы номер 37 Павел Харлан. Он в молодежных трудовых бригадах впервые. Для него участие в проекте – исполнение детской мечты. Археология – это вообще очень интересно, по-моему. С детства хотел заниматься этим, вот получилось. В будущем, может быть, на ИСФАК собираешься? Нет, пошел на программист, вот в Ярославль поеду, собственно, для этого и пошел работать, чтобы заработать деньги и учиться там. Этим летом участники проекта «Молодежные трудовые бригады», а их в этом сезоне 3000 человек, работают в самых разных сферах – благоустройство, строительство, общественный транспорт, летние лагеря, сфера обслуживания и других. Проект, помогающий молодым волокжанам найти интересную работу на лето и заработать, реализуется в Вологде с 2010 года. За это время трудоустроено около 10 тысяч человек, которые в общей сложности заработали более 85 миллионов рублей. Егор Канавин, Максим Тушковец, Вологда Портал.